Здравствуйте, мои дорогие! С вами французская деревня и Анжела. Сегодня я продолжаю тему, как бросить курить. Ссылку на первую часть этого видео вы найдете в описании и в комментариях к этому видео. Ну вот, солнце теперь высоко. Я не вижу, что я снимаю. Но ладно, буду стараться. Итак, продолжение. После 40 лет я решила, что я больше не хочу курить. Мне не нравился запах. Мне перестал нравиться запах этого курева. И это был для меня уже не запах, а это была настоящая вонь. Воняло все. Одежда, волосы. Мне казалось, уже мебель воняет. Это было ужасно. Но из-за одного запаха не бросают же курить, не так ли? И тут стали расти цены на сигареты. Вот, значит, очередной виток цен. И я тут же начинаю считать. Так, 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 так. Я курю, значит, пачку в день. Значит, так, 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 тарарак. Ага. О, столько-то. А не, я еще могу себе позволить. И так было несколько раз. Считаю, пересчитываю. А, не, не. В соответствии с доходами спокойно еще могу курить. Но я очень уже хотела остановиться. И я стала искать информацию. И, кстати, вот здесь уже начинается ответ на вопрос, как бросить курить. Сначала надо захотеть. Не просто, знаете, как была, аж хочу бросаю, хочу начинаю. Потому что, если так, то мы можем три раза в день бросать курить. Раз бросил курить, а потом через час опять закурил. Нет. Надо вот конкретно решить, что вот я не хочу больше курить. Ну, а просто так не скажешь себе, почему ты не хочешь больше курить. Вот это вопрос. Надо найти ответ на вопрос, почему я хочу бросить курить. И надо построить очень такую существенную базу. Такой, знаете, очень стойкий, сильный, крепкий фундамент под свое желание бросить курить. Хорошо. Значит, цена и запах – это не тот фундамент. И это так, знаете, маленький штришок. И я стала копаться и искать информацию, что мы курим. Ну, знаете, когда человек говорит какую-то глупость, ему говорят, что ты куришь. Ну, что я курю? Стала я искать и интересоваться. А что же я на самом деле курю? И оказалось, что курю я все, что угодно, но только нет табак. Нет, не табак. Вот вы сами найдите такую информацию и посмотрите, что содержится в сигарете. Фильтры – это отдельный случай. Фильтры не фильтруют, но это ладно. А что содержится в сигарете? Так, звездочка будет очень слишком хорошо видна. Мы ее прикроем немножко. Ладно, в сигарете содержатся смолы всякие, даже нефть, продукты, сгорание чего-то. И я нашла, что в сигаретах содержится даже моча животных. Фу! И вы знаете, мне стало так противно. Думаю, блин, я еще и деньги плачу за то, чтобы вдыхать всю эту гадость. И вот этот весь обман, который раскрылся мне. А вы знаете, я терпеть не могу его обману. И я очень-очень люблю свободу. Думаю, блин, я благодаря вот тем всяким компонентам, которые они туда впихивают вместо табака, они меня посадили на сигарету на курение. Потому что да, вы знаете уже, что вы продукты, вот в чипсы, например, они впихивают какой-то компонент, который рождает привыкание и желание есть и есть эти чипсы. Любовь к чипсам. И вот в сигаретах, в табаке для курения, который конкретно не табак, вот то же самое. Вот есть эти компоненты, которые рождают нашу зависимость. Так, значит, я, получается, так борюсь в своей жизни за свободу, за самостоятельность. И я сама себе, значит, напяливаю цепи на руки и на ноги. И вот стала зависимой от курения. Думаю, да еще зависимой от чего? От всяких разных продуктов нехороших, канцерогенных и от мочи животных. Вот эта моча животных меня вообще добила, добила, понимаете? И очень-очень сильно вот открылись глаза, когда я поняла, что курение ограничивает мою свободу. Не тем, что я вот хочу курить каждый час, а тем, что я хочу выдыхать эту гадость снова и снова. Ну, думаю, это абсолютно ненормально. Ненормально. И вот когда я все это поняла и все это мне открылось, вот тогда я реально почувствовала, что вот теперь я точно хочу бросить курить. И я брошу, рано или поздно. Но это продолжалось года два, что я вот знала точно, что я брошу, что я бросаю. Года два я не могла сдвинуться с места. Я решала, да, все, я хотя бы, хотя бы курю поменьше, хотя бы не выхожу каждый час курить. Получалось так, что я не курю, не курю, я такая вся деловая, деловая, потом бах, и я уже обнаруживаю себя в каком-то месте для курения, и сигарета уже выкурена наполовину. Правда, вот эти два года я уже не могла докуривать до конца сигарету, мне было противно. Мне было противно, мне был противный запах, мне было все противно. Я себе уже начинала казаться противной. Я была себе противной от того, что я сама, сама ограничиваю свою свободу, потому что я уже все вижу, все понимаю, и я продолжаю, продолжаю ограничивать свою свободу, и я за это еще и плачу деньги. Ой, чуть не забыла, когда вы будете искать информацию о курении, о вреде курения, о том, как писать курить, пожалуйста, филатруйте эту информацию. Например, принято считать, что организму очень трудно отвыкать от никотина. Но вот я столкнулась с таким мнением, что организм наш отвыкает от никотина в течение одного дня. Один день ему нужен для того, чтобы отвыкнуть от никотина. А вот отвыкает он именно тяжело от тех компонентов, которые впихивают сигареты и которые сажают нас на эту зависимость. То есть там есть специальные вот эти компоненты, о которых я говорила, которые сажают нас на курение. Вот от этого нам тяжело отвыкать. Но вы поймите, что бросить курить, это значит не платить дяде за то, что он ограничивает нашу свободу. Бросить курить, это значит не платить дяде за то, что он гробит наше здоровье. И за то, что он обманом дает нам вдыхать не чистый табачок, а мочу животных и всякие другие канцерогенные продукты. Вот это свобода, и за нее стоит бороться. И вот на этом фоне наступил очередной мой день рождения. Да я вообще люблю мой день рождения. Но моя дочь, моя любимая, родная и золотая дочка, знала о том, что я хочу бросить курить. И она мне сделала подарок. О роли наших близких в борьбе с курением я сниму третью часть марлезонского балета. Надеюсь, что это будет завтра. Я желаю вам здоровья. Подпишитесь на мой канал. И если вам нравятся мои видео, ставьте лайки. Не скупитесь, потому что это очень радует и очень мотивирует меня. Когда я вижу ваши комментарии, ваши лайки под моими видео, мне хочется снимать опять и опять. Я снимаю с удовольствием видео для вас. Я очень надеюсь, что вы смотрите их с удовольствием. Будьте здоровыми и счастливыми. До новых встреч. Арифмах. Абьянду. Мезамни. Привет, коровки. Посмотрите, у них появились телята. Я сама этого не знала и не видела. Вы мои хорошие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...